Ладно, все, моя хорошая, сейчас настройка у нас начинается. И всем по мандаринке тоже, кто-то онлайн, виртуальные мандаринки, всем. Всем моим дорогим, тоже с онлайна, всем любимым. Вот, они мне сами кидали, тоже сами мне кидали, тоже. Спасибо вам большое всем. Ладно, тогда начинаем настроить. Хочу вам поделиться. Ну, тёща меня, конечно, очень сильно удивила, очень сильно удивила. Она оказалась настолько искренней душой, что она реально пошла в такое место, что, ну, как бы не каждый может туда попасть. Очень хорошая возможность продолжать духовную жизнь, молиться. Ну, и много очень интересных вещей происходило параллельно. Ну, немножко вам расскажу, чтобы вы понимали, как Господь заботится о нас, особенно в последнюю минуту. Ну, хотел бы вам прочитать. Ну, практически последнее сообщение моей тёщи, мамы, моей жены. Практически последнее сообщение, можно сказать, прощальное. В общем, она написала мне, Олег, ты у меня самый-самый-самый лучший зят на свете. Спасибо тебе за всё, благословила меня. Таких больше нет, написал. Вот это было буквально за несколько дней до её ухода. Вот, и потом, когда, в этот день, когда её на скорой забирали, она была здоровая, совершенно нормальная, вечером моя жена лежала у неё на коленях, они общались долго очень. И она сказала, мама, я тебя люблю. Признание такое ей сказала. Мама сказала, доченька, я тебя тоже очень люблю. Потом она, моя супруга спросила, мама, а ты о смерти задумываешься вообще? Никогда такого не спрашивала у меня. И она сказала, а что о ней думать? Ну, я хотел бы, чтобы в сырой земле не лежать, я хотел бы, чтобы меня, ну, сожгли моё тело. Вот. Ну, кремирую. То есть она завещание сказала по отношению к своему телу. Вот. И всё, последняя встреча с дочкой произошла. Перед тем, как я уехал, вот в прошлую поездку, когда я уезжал, то она вышла в меня провожать. Никогда не выходила, вышла в меня провожать. Ждала, ходила. Вот пока мы собирались, она ходила во дворе. Вот туда-сюда, волновалась, ждала, когда я выйду. Когда я вышел, она обняла меня, попрощалась. И всё. Это было последнее прощание наше. Когда она ушла из жизни, так как это была врачебная ошибка, то врачи не сообщили нам о её с ухода. Мы не знали ничего о ней. И так получилось, что её подружки, ну люди духовные, которые духовной практикой занимаются, они решили поехать к ней в больницу. Это 40 километров, это Краснодар, в моей станице живём. Ей просто привезти освященной пище. Поехали в больницу. И два часа добивались у врачей, где она находится. И через два часа они признали, что она находится в море. И так мы узнали о её уходе. Это произошло через пять минут после того, как я приехал домой. Я поставил чемоданы, и мне звонок. Через пять минут. А у меня супруга, она просила, чтобы никаких вот этих новостей без меня не было. Бог так сделал сутки целыми, не давал новостей. И как я приехал, сразу же повестил. Всё. Видите, сколько интересных совпадений происходит? Да? Согласны? Так события произошли, что её забрал неминуемо. Забрала смерть неминуемо. Если бы она не уехала, не забрала бы. Если бы не сделали операцию, не забрала бы. И так далее. То есть много там совпадений. И все эти совпадения нужны были для того, чтобы в самый благоприятный момент она пошла туда, куда она пошла. Поэтому есть древняя молитва. Мудрецы молятся Господу. Господь, пожалуйста, забери меня в самый лучший момент. Когда лучше всего благоприятно для меня, когда я в хорошей форме, когда я ещё не успел деградировать, не успел... И у меня был одноклассник, школьный товарищ, друг. Его звали Саша Александр. И мы учились 10 лет вместе. Но мы не общались слишком близко, но мы хорошо друг друга у нас есть. Жили в соседних домах. И в Питере один молодой человек, Евгений, Женя его зовут, он начал слушать мои лекции. И один раз он дал лекции своему отцу послушать. И отец посмотрел, говорит, так это мой одноклассник. Начал слушать мои лекции. Потом он начал работать над собой, заниматься по лекции, молиться. И также его жена тоже, мама Жени, как бы тоже начала этим заниматься. А потом, когда пришло самое благоприятное время, и это было больше года назад, Бог забрал Сашу с этого мира. Совершенно нелепо. Он просто перегрелся на солнце, зашёл в воду, и у него закружилась голова, и он упал в воде и закликнулся. С точки зрения просто самой смерти, нелепая смерть совершенно, а с точки зрения знания, он ушёл из жизни в самое благоприятное время. Потому что я опять смотрел только так же на его судьбу. Если бы он ушёл позже, он бы пошёл ниже. И сейчас Женя ездит со мной и помогает мне в лекциях, ассистирует мне. Я вам просто рассказываю разные вещи, которые происходят в жизни по воле Бога. Ну, чтобы вы понимали, что Бог участвует в нашей жизни. И иногда нам его участие кажется не очень приятным, потому что мы рассматриваем свою жизнь с позиции только того, что с нами происходит сейчас. Это означает невежественное понимание вещей. Потому что Бхагава Гитти говорится, что настоящий мудрец не скорбит ни о живых, ни о мёртвых, понимая вечность Души и то, что для неё благо, а то, что для неё вред. Поэтому мы с вами проводим эти электриты для того, чтобы научиться мыслить категориями вечности, они категориями приплюснулись из своей вот этой вот, как бы... Вот как мы выглядим, примерно посмотрите на таракана, который ползает по кухне и думает, что ваши ноги это стихийное бедствие. И бегает от них, считая кухню своим домом. Но стихийные бедствия мешают бегать по кухне и заниматься своими делами. Так и мы в этом мире тоже ползаем, бегаем и думаем, что это мой дом, думаем, что это моя жизнь, моя семья. Но на самом деле всё это нам не принадлежит. Всё это принадлежит Богу. Дом, в котором мы живём, перестанет быть нашим в какой-то момент. Поэтому нужно привязываться только к Богу. Иначе можно в доме родиться уже собачкой у тех хозяев, которые там будут. я такое тоже видел, к сожалению. Бог не показал такой вариант тоже исхода событий. К чему бы душа не привязывалась, так того она и достигает в следующей жизни. Солнечный путь означает путь служения. Это значит, служение Богу для тебя дороже, чем твоя квартира, твои дети, твоя машина, твой муж, твоя жена. То есть, если для тебя служение Богу дороже всех этих вещей, но ты ещё не стал святым, от грехов полностью не очистился, не предался полностью Богу, тогда ты будешь продолжать это делать в следующей жизни. Это называется Солнечный путь. Пойдёшь дальше. Это путь ангелов. Рай — это не везде хорошо. Вот говорят, в рай попадёшь. Не всегда хорошо в рай. Потому что в раю бывает путь, когда ты просто там балдеешь и всё. Никакого служения не забываешь о Боге, полностью наслаждаешься жизнью. Всё. Поэтому цель человеческой жизни — это движение к Богу, а не движение в рай. Если ты смог в этой жизни понять, что Бог для тебя дороже всего, тогда твоя жизнь закончилась успешно. Вот эти вот события, которые произошли, они очень сильно меня отрезвили. и они до этого не сильно на что-то рассчитывали. Сейчас чётко и ясно понятно, что жизнь предназначена для служения. Она коротка. Мы не знаем, когда мы уйдём. В любой момент это может произойти. и не надо откладывать мысли о Боге и славить Его, не надо откладывать на потом. что такое молитва, это революция. У меня есть один друг, он пишет песни. И революция, ну то есть революция, которая является эволюцией, революция означает раблость внутренняя, раблость. Это и есть наша эволюция. Единый Дух против вещества. Вещества говорит, тебе нужна семья, дети, машина, квартира, работа, деньги. А Единый Дух тебе говорит, тебе нужен Бог, нужна молитва, нужно наславить Его, нужно слушать тех, кто молится, нужно предаться, нужно забыть про всё и благодарить Господа, и думать только о Нём. Вот это борьба. И в этой борьбе, если ты хочешь быть искренним, все манифесты равны делам, тогда вот сейчас прямо это сделай. Забудь про всех своих детей, взрослых, внуков. и поймешь, что всё это временно. А отношения с Богом вечные. Чем больше этих отношений, тем выше ты потом пойдёшь к Нему, ближе. Выше означает ближе к Богу. И там лучше жизнь, чем здесь. Вот ты здесь пытаешься себе заработать на квартиру, на машину, там у неё тысячу раз лучше жизнь, чем у нас здесь. Я смотрю, в каких условиях она живёт, там просто красотень, понимаете. Нигде вы не найдёте на земле таких условий жизни, нигде, ни за какие деньги. Просто 4 года служения в храме, всё. И дальше жизнь гораздо лучше, чем у нас просто в разы, даже рядом не стояло, понимаете. А если человек всю жизнь отдаёт Бог, представьте, куда он пойдёт, на какие высоты и какое счастье он получит. вот она там в следующей жизни, в которой она войдёт уже буквально через 50 дней, она в этой жизни пробудет 130 лет. Ничего себе, так там может быть и 10 тысяч, всё зависит от высоты. это уже тоже неплохо, да? Почти в два раза больше, чем у нас. Вот, поэтому надо постараться потрудиться сейчас, да? Хотя бы часик для Бога. Давайте поизучаем, как это сделать. Первое, что человек должен понять, что есть такое понятие аскеза для молитвы. аскеза для молитвы — это неподвижное положение тела. Это очень сильно помогает, потому что, когда человек не двигается, застывает судьба тоже, она не может. Когда судьба нас шебуршит, нам надо куда-то бежать. Это называется суета. Вот суета возникает в мысли, потом она в тело переходит, мы бегаем. когда человек не двигается, то он приобретает силу по бедным чьим будем. Неподвижное положение тела и будем изучать, как для нас это делать лучше, чтобы мы могли это сделать. Это очень важно. Сейчас у нас два помощника выйдут, они уже знают, уже опытные. Кто второй? Он молодой человек. Всё, вот так они встают. вот возле стеночки встаем по бокам, показываем, как возле стеночек стоять. Вот это положение возле стеночки, вот я тысячу раз говорю всем, что не делайте его, если вы никогда не делали. Люди всё равно делают и всё равно падают. Вперёд лицом. Это очень опасно, можно близком удариться от чего-нибудь или погибнуть. Прямо здесь. Я бы не хотел стать причиной вашей гибели, даже в таком благоприятном месте и времени. во время молитвы это, конечно, чудо уйти из жизни. Пожалуйста, не в этом зале, где-нибудь в другом месте. В вашем любимом храме, например. Вот. Поэтому здесь я прошу вас в тое положение, самое опасное, делать только тем, кто это делал до этого. Договорились? Все остальные, любое другое положение, кроме этого. Ножки отодвигаем от стеночки подальше, еще, еще подальше. Вот так примерно и к стеночке прислоняемся. Вот так, да. Вот зачем это надо? Потому что, если вы упадете, то будете садиться просто вот так, скатитесь по стеночке, сползете, да, на бочок и будете лежать спокойно. Вот так, да. Ну, не надо показывать. Все, вставайте, вставайте. Вот. Если вы стоите вот так вот и вам становится плохо, то вот сейчас надо сползти уже. Вот сейчас вы сползаете, садитесь вот так вдоль стеночки раз, 20 секунд и потом опять можно назад подниматься. Понятно, да? Можно до трех раз так делать. И не будет прерваться аскеза, она просто будет слабее, слабее, чем если бы человек стоял непрерывно. В каких случаях надо сползать по стеночке, когда сильно кружится голова, когда вам плохо, тяжело, когда вы уже не можете думать о прославлении Бога, а думаете о теле все время. Значит, надо успокоиться, расслабиться и потом дальше идти вперед. Положение стоя это самое первое положение, которое, ну, берет на себя удар судьбы. когда человек признак, когда признаки, что человек не принял удар судьбы на себя, как определить? Он начинает плохо думать о людях, которыми причинили страдания. Значит, не принял удар судьбы. принимание, принятие удара судьбы помогает положение стоя. Но это самое трудное из всех положений. оно самое аскетичное, будем так говорить, и оно дает самые сильные плоды фактически. Но рекомендуется только тем, кто до этого уже делал. А если вы не делали, и тем более в возрасте, то не рискуйте, потому что будет очень... А, Наташа у нас здесь есть организатор? Надо открыть все двери. У нас душно в зале. И организаторы должны за этим следить. В зале все равно душно. Вон там дверь не открыта. Все открываете, в проходах никто не должен стоять. Из проходов все выходят. Все выходят из проходов. Мол, видите, сразу легче решать стало. Значит, положение стоя вырабатывает способность принять удар судьбы на себя. Это очень важное положение. следующее положение стоя на коленях. Боком тоже показываете. Боком вот стоя на коленях. Два варианта есть. Пальчики под себя подгибаем. Первый вариант это облегченное положение. Второй вариант вытягиваем нож. Вытягиваем вот так. Стоя на коленях это положение, которое тоже связано с принятием судьбы, но вырабатывает уже следующий этап более глубокое принятие. Вырабатывает более глубокое принятие судьбы. Когда ты основной удар принял, дальше тебе надо человеку, прибыть к человеку, принять его таким, как он есть, научиться с ним жить. Это на колени кожи. Оно также подчеркивает твоё подчинение Богу. Когда человек на колени стоит, это подчинённая позиция. Как вы думаете, что с вами произойдёт, если вы Бога увидите или хотя бы ангела? Нет, вы вот в такое положение вы войдёте. Вы даже не заметите, как вы встанете на колени. Прямо упадёте на колени. Это называется подчинённое положение. человек себя считает ниже. Следующее положение тела очень важно для тех, кто тренирован и кто хочет реально серьёзно побеждать судьбу, кто это положение уже до этого делал, называется поза алмазом. Человек с коленей садится вниз. Положение сложное, затекают сильно ноги. Я дома делаю подушечку между ног, зажимаю, сажусь на неё, она даёт мне садиться не так низко. Легче. Поза алмаза возможно тоже можно делать. Я не знаю, на стулех получится вообще делать или нет. Не получается, да? Шатает тебе, да? Маленькое расстояние слишком. Кто из вас делает позу алмаза во время ретрита? Видите, кто-то делает. Нормально. В позе алмаза, если вы на колене, кстати, если вам плохо, вы можете просто покошачьей встать и потом опять на колене. Также в позе алмаза тоже. Если всё затекло плохо, вот так раз, опёрлись на руки, вот так вот раз, чуть-чуть на руки опёрлись и потом опять в позе алмаза. 10, 15, 20 секунд допустимо, минута уже лишнего. Если вы не меняете положение тела, то вы отчаёте все пять психических слоёв. Я потом расскажу, зачем это надо. позе позе алмаза очень хороший вариант выдавливать судьбу, не давать ей заходить внутрь своей жизни. Она может в личную жизнь зайти, может войти в работу, может войти в здоровье, а позе алмаза не даёт её держать снаружи. Это волевое положение тела. Оно тренирует волю человека и не даёт возможность судьбе вас одолеть. Но это положение тела требует большого ресурса, здоровья, вашей психики, и оно не каждый человек может его делать. Поэтому если вы не делали, сегодня на ретрите его не делайте. Правило такое, на ретрите делайте то положение тела, которое вам легче всего делать, потому что даже его вам будет сегодня делать тяжело, потому что на ретрите всем будет тяжело, никому легко здесь не будет. потому что будет очень сильно энергетик. Вы это увидите, когда начнется. Вот, следующее положение тела. Алмаз можно садиться так и вот так. Да, 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 вот так можно еще садиться, да, вот так вот. Это облегченный алмаз, вот так легче сидеть. Можно менять, если вы вот так сидите, потом стопы вытягиваете, потом опять, потом опять вытягиваете. Это все одно и то же упражнение, можно так облегчать себе жизнь. То вытягивать, то назад, вот так вот. И это не прерывает положение тела этого алмаза. Следующее положение тела называется поза бабочки. Оно в целом мне кажется достаточно такое комфортное для начинающих. Стопы вместе, коленки брось. Бокон сидит. Ну не, вот так нормально. Видите, он такую бабочку делает уже колени прямо совсем низко, а можно не обязательно низко, поднимите чуть-чуть колени. Ну да, вот так люди в основном вот так сидят, потому что у них суставы не разработаны. Вот. И стопки можно поближе даже подвинуть чуть-чуть к себе. Вот так, да, вот так. вот вот это зачем нужно, вот они зачем приносят эти патроны все. Это очень крутая вещь. Вот когда у меня теща ушла из жизни, мы ей ставили фотографию и ставили вот такую пищу, очень заряженную, освещенную, и она помогает переформировать психическое тело, переформировать. Она прямо кушает эту пищу, и у нее психическое тело начинает расти, расти, расти. Ну я как-нибудь, может быть, завтра на лекции вам это расскажу, как это происходит. Но даже просто человеку любому вот эту пищу, которая здесь осветится, дать, покушать, это меняет очень сильно его жизнь. Потому что пища это самая доступная вещь. Человек мандаринку съесть. Вы скажете, скушай мандаринку, мой хороший, ради меня. И он почувствует сначала, что мандаринка какая-то. Он скажет, откуда вообще эта мандаринка? Не говорите ему. Просто обычная мандаринка, обманите его. Потому что когда он скушает, он получит внутри себя то, от чего он не сможет отказаться. Поэтому очень важно освященную пищу приносить своим близким, которые сами не хотят заниматься духовной практией. Это пища сделает взрыв в их сознании и повернет их жизнь Богу. Таким образом вы можете им большую услугу оказать. И поэтому у нас организаторы и люди, которые участвуют в этом, не скупятся на то, чтобы покупать, покупать как можно больше. Поэтому у нас в каждой лекции все больше освященной пищи. И скоро вы уже не будете помещаться сегодня завалено этой пищей и вашими молитвами, которая будет освящаться сегодня. Следующее положение тела называется пол-лотос. А, поза бабочки увеличивает доброту, спокойствие, принятие, гармонию, терпение. Вот такое вот. Чтобы никого не порвать, надо бабочки сидеть, что ли. Такое положение тела даёт правильное отношение к жизни, спокойное. Следующее положение тела пол-лотос. Когда правая нога сверху, правая нога сверху, у вас увеличивается воля, концентрация воли. Например, вы можете себя заставить встать в постели. Если говорить, Олег Геннадьевич, я не могу утром вставать, тогда пол-лотос, правая нога сверху. И вы увеличиваете возможность утром вставать себя. Всё. Концентрация воли. Я всё смогу, я кляпы не нарушил. Такое состояние вырабатывается. Пол-лотос. Когда левая нога сверху, то вы учитесь контролировать свои эмоции и мысли. Вот допустим, муж злой пришёл с работы, а вы левая нога сверху сидели. И вы так смотрите, мой дорогой Саня, мы убиваем, мы убиваем, как. Вот а внутри, а снаружи вы паритесь. Это и у вас вырабатывает самоконтроль. Вы можете эмоции, мысли свои сдерживать по отношению к людям. Лотос это когда ноги перекритены. Это не надо делать, это могут делать только профессионалы, те, кто вас в лотосе сидит на реплик, поднимите руку. Один человек только. Видите, остальные все не могут. Это очень сложное положение тела. опасно не специалисту делать можно повредить колебную чашечку. Следующее положение облегченная скрученная поза. И это единственное положение, которое вы сможете сделать на стуле сидя. Прямо не вставая со стула. Особенно если вы худенькая девушка. подгибаете подгибаете под себя, другую заворачиваете. Скрученная поза помогает отстраниться от проблем. Если вы привязаны к проблеме, постоянно думаете о проблеме, чтобы не думать о проблеме, для этого нужно научиться сидеть вот так скрученной позой, облегченной скрученной позой. И вам легче будет отстраняться от проблем. Если люди вас замучили, тоже это дает возможность побыть одной или одному. Это в целом несложное положение тела, в нем тоже несложно сидеть, но никогда не меняйте. Если вы ногу поменяли, то опять заново начинаете чистить. все в целом есть еще положение по-турецки, оно предназначено для тех, кто не может по-другому, и оно не чистит организм, это просто облегченное положение тела. Это положение тела лучше, по-турецки сядьте просто обычно, по-турецки, это положение тела лучше, ну просто по-турецки, да, это положение тела лучше, чем сидеть свесив ноги на стуле. Но если вы пожилой человек не можете вот это все делать, то сидите хотя бы свесив ноги. В этом случае у вас чистки не будет, но все равно вы получите какое-то благо от реприта. Хотя это, конечно, будет намного хуже, чем делать вот эти вот упражнения, которые я вам перечислил. Ну а кто его будет? Кто его сможет сделать? Есть еще, да, вот такое положение тела, когда ноги вот так вот односмертно, ну это как вариант между скрученной позой и полулотосом, что-то такое. Ну тоже как скрученная поза.